всем привет продолжение тестов ножей по древесине и резьба по дереву сегодня у нас на тесте benchmade barrage 581 модель со сталью m390 вот и вырезать будем такую игрушечную саблю деревянную два слова ножи нож не маленький скажем так большого размера но и dc оптимальный размер для кармана и для любого реза ручка эргономичная напоминает бенчмейт гриптилия всем известную клинок длинные спуски от самого верха и рез должен быть максимально удобный максимально комфортный и общая как бы геометрия форма клинка рукояти говорит о том что как бы предполагает что это один из лидеров скажем так вот таких тестов но когда мы начнем тогда посмотрим взял в руку этот нож маленький дискомфорт вызывает у нас вот это вот клипса чуть-чуть колет в руку вот и вот таком от хатом больше проблем нету проблема появляется когда мы ставим так вот палец вот этот бугорочек он будет чуть-чуть мешать то есть есть явно выражается граница но ручка у нас длинная можно откатиться назад вот но все эти моменты мы начнем сейчас уже прогонять время перед началом теста у нас 1417 за . у нас бумага обычная тетрадная чуть-чуть она отсыревшая но как режет нож можно наблюдать заточен неплохо нож неплохо то что отлично заточен вот режет без проблем вот специальная как говорил ножи для теста заточивать не буду чтобы нож был максимально скажем так приближен к реальным реальной жизненной ситуации начать вперед так надеюсь все будет видно так надеюсь все будет видно так 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 ну нагружать нож приятно удобно режет огромные кусочки отрезает вот первое впечатление тоже положительное ну что там будет дальше ладонь забыл показать перед началом тестов ладонь нормально все мозоли нету чуть-чуть уже начал наливаться кровью краснеть древесина та же самая от поддона скорее всего или береза или осина еще два так 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 пока первое ощущение от ножа режет неплохо но ладонь все равно чуть-чуть отекает устает вот в принципе очень схожи с тем же самим ощущением что и первый тест керзи Пришел FreeFall. Хоть и рукоятка толстая, все равно напряжение серьезное чувствуется. Первое уже, наверное, ощущение на ладони, как визуальное, так и вообще ощущение, появится минут через 30, когда уже рука подустанет, достаточно медленно прижется. Тогда и посмотрим, что да как. Тесты получились таким огромным перерывом, потому что стояла жара под 40 градусов, это на солнце, 36 стабильно держалось, больше двух недель. И снимать в такую жару, сидеть невозможно, не то что, что-то еще помимо этого делать. Вот я вот сейчас вроде у нас под 30-ник, 27, наверное, и то уже начал потеть. Работа непростая. Здесь первый такой комментарий по поводу этого ножа. Держать вот так вот, как задумано, значит, производителем, то есть вот так вот, чуть-чуть неудобно при силовой работе, потому что, получается, режущая часть, вот эта вся, как бы, часть длиннее, чем сама рукоятка, и сильно выкручивать ту сторону, приходится, как бы, толкать, руку брать ближе к линьку. Вот, а здесь как раз-таки вот эти две вершинки, конечно, они защищают, а если колоть, пырить. А так, при таком резе, чуть устает рука и постоянно скатывается назад. Вот, 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 вот. Вот, вот. Вот, 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 вот. Очень сильно немеет вот эта вот часть за счет того, что здесь утолщение, и ручка постоянно, как бы, двигаешь сюда, она постоянно уезжает, и вот бугры вот эти все вдавливают вот сюда, и рука очень сильно устает. Даже уже сильнее устала, чем работая с киршаок криво, вернее, не криво, а фрифол. Вроде большой и удобный нож, но непонятные такие просчеты все-таки. непонятное ощущение бывает появляется. Ух, атака. Ух, атака. Субтитры сделал DimaTorzok Вот место, где я говорю, как раз все полосы, какие-то отверстия от шпинка, от силы, страшное давление в эту сторону И из-за этого устает вся кисть полностью Субтитры сделал DimaTorzok Все время ладонь пытаешься подсознательно выдвинуть ближе к клинку, чтобы больше нагрузить И напирая, наталкиваешься на эту возвышенность И вот она убивает руку Вот опять то же самое Можно видеть, что рука как раз, вот это место как раз лежит на этом выступе Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь особенность этого теста еще заключается в том, что древесина даже вроде одна и та же доска вроде бы Но с одной стороны она намного мягче, чем с другой Здесь с этой стороны нож практически без нагрузки Не чувствует древесину, срезает приличные куски Здесь и по волокнам, скажем так, идет и мягкая древесина Здесь неважно по волокнам или нет Но нож не хочет просто входить в древесину Так что древесина здесь нормально усложняет задачу Девушки отдыхают Девушки отдыхают Можно видеть, как легко входит нож, разрезает эту часть доски А вот с другой все обстоит иначе С другой стороной Вот можно видеть давление на руку, куда идет Вот так вот выжимает она Вот эту часть ладони Можно видеть, что посинение Есть онемение вот в этих местах Даже раскрывая ладоню в обратную сторону Здесь уже болевые ощущения Вот, сильная потертость Пока здесь я до мозоли делал не дошло И в общем ладонь Она почти умерла Сильно устала, по крайней мере не умерла Еще поработаем Усталость приличная Появляются очертания сабли Да, здесь конечно намного тяжелее с этой стороны работать Продолжение следует... Умирает, рука умирает Убери руки Рука умирает, палец Вот этот вот потихонечку Отказывает А работа силовая еще На полпути выполнена Только половина работы завершена Убери руки Сейчас В ноже появился небольшой шум Вот из этого я проверил на люфты Вот сейчас появился такой нормальный шум Боковой Люфт появился Вот и при резе Ощущается стук Не знаю по какой причине Вот такой вот люфт тоже появился Вот скорее всего винт расслабился Возможно дело в том Что у меня здесь и пружинки нету Но я сильно сомневаюсь Что дело в этом Продолжение следует Баражнотости С этой стороны вообще не хочет резаться древесина Естественно это не нож А именно в древесине дело Какая-то она здесь очень крепкая Баражнотости Ладонь уже устала Есть такие Красные, кровеносные Скажем так, уже покраснения Кисть тоже сильно устала Продолжаем без остановок Выжмем все соки Из этого теста И из этого ножа Посиди, посиди, посиди Покажи, посиди Покажи, посиди Покажи, посиди Покажи, посиди Папа, когда ты закончишь его Такие мысли не делаете Я закрою глаза, в том чистое Уже нужно открывать Вот и глаза Хорошо Так, попил водички чуть Можно продолжать Плюс, конечно, ножа и этого клинка То, что я могу с этой стороны На всю длину далеко можно работать Клинок длинный И позволяет Как хочется, так и резать Ширина режущей части Тоже длина режущей кромки Тоже большая В Кершево Фрифол В первом тесте Хронически не хватало Длины режущей части Невозможно было отсюда, например Достать и комфортно работать здесь Подписывайтесь на мой канал Играет музыка. 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 Основная силовая работа закончилась этим ножом. Сейчас будет мелкая стружка. Доводка до ума. Вот я хочу показать, пока ладонь не остыла, как она выглядит. телефон как всегда не вовремя звонит значит на ладони что здесь появилась здесь какая-то покровеносное пятно появилась здесь вот пятна сильные покраснения не видно не видно будет на камеру вот это место конечно сильнее всего пострадала вот и здесь это же немножко покраснение то есть вот эта часть короче говоря как будто бы держит весь нож и работает со всем ножом вот этого часть и в целом ладонь отказывается сжиматься уже очень сильно устала всему виной что да как потом покажу пока вот по ладони теперь осталась такая мелкая доводка работа такая без больших нагрузок и поэтому уже сильных таких наверно покраснений уже не должно быть на ладони вот 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 и вот 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 Дальше. 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Время 15.41 Тест закончен Получилась вот такая вот сабля Клиночек у нее по центру В лучших традициях нашего ножового сообщества Все чики-пуки А вот с баражем не все просто так оказалось Он как и был для меня вначале неоднозначным Сейчас таким же и остался В какой-то работе он удобный В какой-то он неудобный И вот по порядку попробую рассказать Во-первых начнем с клинка На клинке никаких видимых повреждений нет Сталь повторюсь М390 Сталь опять-таки на высоте Нет затупления Бумага сырая, но все равно Режет Нож сохранил заточку Такую же как она была до самого начала То есть вообще никаких повреждений на клинке Огромный плюс Но это плюс стали Марки стали и термообработки от фирмы Benchmade Я не ожидал Что вообще на механику тоже такая нагрузка будет Появился вот такой вот люфт И вот такой вот люфт тоже появился Но это связано с тем, что на этом ноже была Сломана пружина Я разбирал этот нож, снимал пружину И посадив клинок обратно Я не поставил осевой винт на фиксатор Просто подтянул и немножко расслабил Чтобы было интереснее играться Видимо он по ходу работы расслабился Но это говорит о том, что Нагрузки у этого теста тоже достаточно приемлемые Вот И вот такая вот проблема наблюдается Дальше начну, наверное, по порядку с рукояти Ну, нож большой В принципе он тянет, скажем так, не просто на EDC Он больше, наверное, чем стандартный EDC-шник Он толще Он, может быть, не совсем удобно будет лежать в кармане Но все же он оказался не больше, чем EDC-шником Это обычный EDC-нож Который стоит носить с собой каждый день И который, как показал тест Не предназначен для активной, агрессивной Скажем так, активно-агрессивного использования В трудной, в тяжелой работе Почему? Ну, потому что В целом, проводя тест Уже после первых, наверное, 20-30 минут Рука страшно устала Сейчас она тоже чувствует себя Как будто бы я работал и с пандером активно Не имела вся рука Этот палец и сильные болевые ощущения Здесь постоянно мешали Но работать, естественно, можно через боль Но не очень приятно Будем искать EDC-шник получше Почему, значит, так негативно сказалась эта рукоятка? На ладони, на работе Обычный хват этой рукоятки получается Этого ножа вот такой вот Но когда мы держим его так, как задумал дизайнер То при силовой работе Большая часть клинка выходит как бы наружу И меньшая часть остается Буквально там 3-4 пальца захвата Остается в ладони И еще больше нагрузка получается На вот эту вот мышцу Давит назад и приходится Машинально передвигается ладной вперед Таким образом нож сидит увереннее Намного увереннее Но вот это вот утолщение Внизу-то ладно Но здесь вот это Абсолютно лишнее утолщение Она начинает давить прямо вот в это место И работать уже можно Нагружать клинок можно Но увеличивается также болевое ощущение Сильная потертость Здесь и все это связано Вот из-за вот этого вот выступа Если здесь было все гладко Я думаю было бы намного интереснее Намного приятнее Если же держать вот так вот Помимо того что Тяжело устает рука И тяжело как бы давить То есть силовая работа Уже получается не так активно Плюс еще вот это вот Я не знаю или это пропил Или что здесь именно Но вот здесь какие-то моменты Неудобства возникают Они колят в ладонь То есть ну сильную работу делать Ну тяжко чуть-чуть неудобно Может даже не чуть-чуть А капитально неудобно Клипса абсолютно не мешала В принципе эти пропилы Ничего не чувствовалось При силовой работе При деликатной естественной А после силовой деликатной Казалось уже отдыхом А не работой И крутить-вертеть В принципе нож было удобно Вот но такой работой Конечно рука умирает на раз Даже я бы поспорил бы Какой нож удобнее Нож с первого тоста Теста Кершов Рифол Или вот этот вот Они где-то Больше даже у меня От того ножа От первого теста Рука так не болела Как от этого До сих пор она болит Что касается клинка Ну клинок В принципе это наверное Самое положительное Самое Большой плюс этого ножа И клинок вытаскивает Весь нож Потому что механический нож Сложенный Мудреный Дизайн неоднозначный Пузатый Но клинок конечно здесь Отличный Режет отлично Контролируется отлично Врезать какие-то любые Мелкие детали Вообще комфортно Удобно Длина клинка тоже хорошая Можно достать Куда угодно Порезать что хочешь То есть длина Оптимальная Я бы сказал бы Идеальная длина Сведение Здесь все конечно на высоте Потом Работать кончиком Было тоже Контролируемый Скажем так Деликатный рез Тоже вообще комфортный Как от себя Так и внутрь Ну резал он Буквально что угодно Как угодно Снимал Большую стружку Маленькую Клинку вообще Претензий никаких нет С ним Работать вообще Было без проблем Плюс Сталь Отличная Нож Который никогда Не затупится Наверное Никогда тоже Громкий сла Но Можно и так сказать Еще вот Моменты Вот эти вот пропилы Они Помогают при сжатии Они не позволяют Руке скользить вперед То есть они выполняют Свою функцию хорошо Но Если пользоваться Грязными руками Вот смотрите Как забивается Здесь Она до теста была чистая Но сейчас забилась грязью Это все надо будет Вычищать Выталкивать И на эстетический взгляд Конечно Это все дело Будет влиять Вот Вот Такие вот моменты От этого ножа Ну Вывод наверное Вывод Сделать тяжело Это будет мое мнение Но Как бы я все таки Сделал этот тест И я бы Наверное Сказал бы Что это В принципе Хороший Большой EDC Но Не более того Силовая Регулярная Активная Реза Работа Противопоказана Ну Для EDC Тоже он Подходит В принципе Если вас не пугает Его пузатость В принципе Мне этот нож Устраивает Я люблю Большие ножи А он Скажем так Большой EDC И не большой Тактика Большой EDC И это Хороший резак Хорошая сталь И на каждый день Носить И резать продукты Какой-то материал Какие-то там Ежедневные предметы То что вы пользуетесь Обычными ножами Это Хороший вариант Но не более того Вот такой вот Тест Надеюсь Было интересно Если есть какие-то Пожелания Вопросы Рекомендации Советы Можно оставлять В комментах Я на этом С вами прощаюсь Спасибо Что смотрели Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok